Привет любознательным! Сегодня в программе новости науки с Ролиной Киряевой роборука-самоучка, принтер-строитель и кожная пластика. Подробности далее. Команда ученых из университета Вашингтона сконструировала роботизированную руку, которая может не только выполнять тонкие манипуляции, но и извлекать уроки из собственного опыта, не нуждаясь в подсказках людей. В качестве основы для новой роборуки была взята конструкция Shadow Hand, которая приводится в действие настраиваемой пневматической системой. Это дает роботизированной руке возможность двигаться быстрее, чем рука человека. Программа просчитывает физику нужного движения и то, какие конкретно действия нужно предпринять для достижения желаемого результата в режиме реального времени. Рука также может самостоятельно учиться и улучшать работу благодаря датчикам и камере захвата движений. А российский инженер из Иркутской области разработал уникальную модель 3D-принтера для печати зданий. Новый принтер способен полностью напечатать здание на любой поверхности за 24 часа и легко транспортируется с места на место. С помощью специальной строительной смеси принтер Apiscore печатает дом слой за слоем. Экологи могут спать спокойно, поскольку новый принтер не оставляет после себя строительных отходов. И при работе потребляет лишь 8 кВт энергии, как 5 электрических чайников. Проект уже привлекает внимание инвесторов со всего мира. Это неудивительно. Такие устройства способны изменить привычные технологии строительства и сделать экологичное и дешевое жилье доступным для всех. И напоследок в Татарстане. Лаборант кафедры морфологии и общей патологии Мария Абызова и студенты МИПКФУ Айрат Белялов представили постерный доклад, посвященный изучению процессов, происходящих после пересадки кожи на 19-й Международной медико-биологической научной конференции молодых исследователей в Санкт-Петербурге. Дело в том, что сейчас пересадка свободного полнослойного кожного лоскута не производится. Пересаживают лоскут либо на сосудистые ножки, либо только поверхностные слои кожи. В перспективе исследователи хотят добиться возможности пересадки свободного полнослойного кожного лоскута при различных повреждениях кожи, таких как ожоги и механические травмы. А на этом все.